В этом выпуске мы побеседуем про одну из центральных фигур российского фигурного катания. Это Татьяна Анатольевна Тарасова. На данный момент времени она хоть и формальна, но так или иначе значится старшим тренером в мужской сборной России и включена в основной тренерский совет федерации, в котором является чуть ли не самым влиятельным спикером в этой среде. Из достижений в тренерской деятельности Татьяны Тарасовой самым запоминающимся является дыхание пары Ирины Родниной и Александра Зайцева, шедевральные танцевальные постановки Грещук-Платов, Моисеева-Миненков и Бестемьянова-Букин. Под руководством Тарасовой на Олимпийскую вершину взошли фигуристы Илья Кулик и Алексей Ягудин. Но было бы интересно узнать, какой фигуристкой была сама Татьяна Тарасова. Действительно ли ее считают забытой легендой из далеких 1960-х годов? Давайте поподробнее узнаем об этом и о ее самом откровенном наряде за всю соревновательную карьеру. Наверное, самым главным спортивным достижением Тарасовой можно считать золото универсиады 1966 года в итальянском сестреестре. На том турнире Татьяне исполнилось всего 19 лет, и он стал для ее пары с Григорием Проскурикиным последним большим стартом в карьере. Эта золотая медаль универсиады была единственным ее крупным достижением. Еще Тарасова принимала участие на чемпионате мира и на двух чемпионатах Европы, но все они оказались для нее безмедальными. И вот на одном из таких чемпионатов Европы в 1965 году Тарасова запомнилась по своему очень необычному, вызывающему полуголому наряду. В то далекое и достаточно скромное время далеко не все были готовы к таким откровенностям от фигуристки. Ее юбка была настолько короткой, что не прикрывала даже трусы. Причем в те годы фигуристы выступали в короткой и произвольной программе в одном и том же костюме. После тех запоминающихся выступлений чемпионата Европы прошло уже больше половины века. И теперь то скандальное платье является отдельным раритетом, потому что даже для нашего времени оно считается экстремально откровенным. И увидеть такое чудо на льду – большая редкость. Татьяна каталась всего три взрослых сезона и ничего крупней универсиады не выигрывала. А из порта она ушла из-за одной нелепой травмы. Это был обидный вывих плеча, который фигуристка получила даже не во время тренировки или выступления, а на самой церемонии награждения. То и самые последние для нее универсиады. Тогда по традиции перед самым пьедесталом почета прямо на лед постелили ковровую дорожку. И вот подъезжая к этому ковру, Тарасова не успела сориентироваться, споткнулась и упала, вывихнув при этом плечо. По словам самой Татьяны Тарасовой, после той травмы она стала профнепригодной. А в 19 лет особенно больно осознавать, что ты профнепригодна. Она очень тяжело это переживала и даже хотела броситься под трамвай. Куда угодно, вспоминала Тарасова в одном из своих интервью. В свои юные 19 лет она навсегда закончила карьеру фигуристки. И с тех пор у нее началась тренерская деятельность, которая продолжается до сих пор.